Рано утром 16 сентября 1987 года в московской квартире дочери бывшего генерального секретаря Леонида Брежнева Галины раздался звонок. Хозяйка открыла дверь и с изумлением обнаружила на пороге следователей Генеральной прокуратуры СССР. Дома у некогда главной дочери страны силовики нашли дорогие подарки, антиквариат, деньги. Не было только великолепной коллекции бриллиантов, о которой по Москве ходили легенды. Стали говорить о том, что вы слышали, что Галя замешана в таких-то делах с бриллиантами. Слухи о криминальных связях Галины Брежневой с бриллиантовой мафией среди столичной элиты поползли еще в конце 70-х. Брежневу считали одержимой драгоценностями, а сама она не стеснялась появляться на публике в украшениях, которые стоили целое состояние. Был какой-то кейс, в котором были собраны какие-то драгоценности. Так неужели перед обыском ей удалось хорошо спрятать свои сокровища? И кто теперь владеет драгоценностями дочери генсека? Я не хочу, чтобы меня потом убили за это. Эту информацию имели лишь приближенные к верхам люди. По этому делу проходила Галина Брежнева. Ее допрашивали следователи. Началась операция по ее вот такой вот теневой компроментации. Под ее прикрытием совершали самое серьезное преступление. В широком размахе социалистического церевнования. Добрый вечер. Выкинем? Дорогие товарищи! В начале 80-х в Москве происходит серия дерзких преступлений, которые объединяют пропажи дорогих бриллиантов. Первое из них – ограбление дома писателя Алексея Толстого, где проживает его вдова. 14 ноября 80-го года из особняка Красного графа, как называли Толстого, за верность дворянским привычкам, грабители уносят антиквариат, картины и богатую коллекцию драгоценностей. Зашли трое бандитов, угрожая пистолетом и ножом, затащили Людмилу Ильиничну и домработницу Чапыженко в ванную комнату и закрыли. Через год, в декабре 81-го, в квартире на Кутузовском проспекте находят убитой звезду советского кино Зою Федорову. В коробках из-под обуви у нее лежат бирки от дорогих украшений, но самих бриллиантов нигде нет. Три недели спустя ограбление в доме на Котельнической набережной и снова бриллианты. Драгоценностей лишается легендарная дрессировщица Ирина Бугримова. Имя Галины Брежневой, дочери генерального секретаря СССР, до сих пор всплывает при каждом упоминании об этих делах. А шлейф обвинений в махинациях с драгоценностями тянулся за ней до конца жизни, которая в последние годы вовсе не была сладкой. Второй такой честный нет на всем белом свете. Поэтому я и осталась нищей. 1979 год. Дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Галина получает орден Трудового Красного Знамени. Вот такую ценнейшую награду тех лет вручали за выдающиеся трудовые заслуги. Но только по всем канонам Галина Брежнева не имела никаких прав на этот орден. Она, скажем прямо, не слишком утруждала себя работой. За что же поощрили дочь генсека? А это был просто подарок на день рождения. Брежнева отмечала юбилей. Пятидесятилетие. Что еще можно подарить человеку, у которого все есть? Богемная Москва пересказывала слухи о ее похождениях. О кутежах, о реках шампанского, которые льются на закрытых приемах. О ее роскошных иномарках. И, наконец, о самой богатой в стране коллекции бриллиантов. Пройдет совсем немного времени, и имя Брежневой начнет всплывать во время допросов разного рода криминальных персонажей. Злые языки заговорят даже о некой секретной папке с компроматом на главную дочь страны. А сама она потеряет все драгоценности, за которыми долгие годы так страстно охотилась. В Советском Союзе с его почти официальным культом аскетизма украшения ценились ничуть не меньше, чем в капиталистическом мире. Система тотального дефицита в стране, она распространяла в том числе и на золото, и на бриллианты. И это тоже, как ни странно, но это тоже было. При этом золото было единственной в Советском Союзе, на и камне, конечно, естественно, но золото в большей степени единственной устойчивой прочной валютой. Вот в Москве, например, было два крупных магазина. Первый магазин – это «Малахитовая шкатулка» на проспекте имени Калинина. И второй магазин – это магазин «Самоцветы». И там было два этажа. На первом этаже для простых граждан. То есть можно было купить те же самые сережки. На втором этаже там элитарные были такие. Драгоценности продавались как раз вот для элиты. Очень дорогие. Там от 10 тысяч, 20 тысяч, 30-50 тысяч, ну и так далее. Нежно. Еще раз. В коллекции элитных украшений владели дрессировщица Наталья Дурова и балерина Ольга Лепешинская. Примадонна советского цирка Ирина Бугримова. Ой, снег снежок и белая метелица. Певица Людмила Зыкина. Мне не верится. Супруга министра МВД Светлана Щелокова. Но, пожалуй, всех затмила Галина Брежнева. Конечно, она хотела, чтобы быть, как говорится, нарядной и привлекательной. И для нас была практически вторая леди в Советском Союзе. По словам людей, знавших Галину Брежневу, ее собрание алмазов действительно впечатляло. Близкая подруга Галины Виктория Лазич уверяет, оно стоило целое состояние. Если взять стоимость на сегодняшний день, мне кажется, что несколько квартир хороших можно было купить на эти средства. На закате Брежневской эпохи по стране начинают циркулировать настойчивые слухи о существовании в СССР настоящей бриллиантовой мафии. С ней связывают высокопоставленных советских чиновников, силовиков, их родственников, знакомых и приближенных. Они якобы скупают дорогие украшения, занимаются их перепродажей и даже нелегально вывозят драгоценности за границу. Оперативная группа Московского уголовного розыска в пути. На этот раз совершена кража. А когда в Москве происходит ограбление дома Толстого, в бриллиантовом деле тенью мелькает фигура из окружения Галины Брежневой. По некоторым данным, именно так выглядела самая дорогая вещь, которая была украдена из дома Толстой. Уникальная, в буквальном смысле, бесценная брошь с бриллиантами. Это было украшение из коллекции французского короля Людовика XV, исполненное в виде королевской лилии. Алексею Толстому оно якобы досталось от матери. И вроде бы даже нашлись свидетели, которые как будто слышали, как Галина Брежнева накануне, на одном из приемов, была восхищена этим произведением ювелирного искусства. И будто бы даже просила Толстую продать ей все бриллианты. Но она якобы получила отказ. И вот совпадение. Через несколько дней украшение похитили. Но неужели дочь генерального секретаря была так одержима драгоценностями, что могла заказать ограбление? Если не знать, что это Галина Брежнева, а фотографии сделаны в СССР, можно подумать, будто на снимках голливудская актриса или европейская модница тех лет. К драгоценностям он ее приучил. Вот, наш отец. То есть он ей дарил серьги. Ну, всякие украшения дорогие, не дешевые, не стекляшки. Первый муж Галины, цирковой артист Евгений Милаев, не скупился на подарки для молодой супруги. Брежнева вышла за него в 22 года. С Милаевым она познакомилась в цирке, который гастролировал в Кишиневе. Эквалибристы на лестницах Милаевы. Эти кадры сняты в 51-м. В тот самый год, когда Галина, ярко проявив свой авантюрный характер, по сути, сбежала с Милаевым. Дочь первого секретаря Компартии Молдавии, такую должность занимал тогда Брежнев, вместе с цирковой труппой отправилась колесить по большой стране. Была просто костюмером, который помогал ему отцу одевать костюм, которая аксировала, которая готовила нам вкусный борщ, как она умеет это делать. Вот это, я считаю, любовь была. Выбор дочери Леонид Брежнев в итоге принял. Но в 62-м Галина, уличив Милаева в измене, разведется. Тогда разрешите мне обратиться к вашему сыну, да? Игорек. Пожалуйста. Ну, сделай одолжение, пожалуйста. Чем я могу быть вам полезным? Закрутит роман с 18-летним иллюзионистом Игорем Кио и даже выйдет за него замуж. Ха-ха-ха! Старастый! На этот раз Брежнев, находившийся уже на всесоюзном политическом Олимпе, своей властью воспользуется. Тогда вот он принял участие в том, чтобы, значит, ликвидировать этот бракосочетание. Брачный развод организовал, вычеркнуть его из паспорта, понимаете? Они уехали в Сочи, сбежали, будем так говорить, от родителей. Он послал туда людей, они отобрали у него паспорт у Киева. И строго-настрого запретили ему даже близко подходить к Галине Брежневой. Брак проделся всего 10 дней. Вот те 10 дней, пока в Сочи не приехали вот эти люди, гонцы от Леонида Ильича Брежнева. Всесильный отец смог разрушить этот неравный брак, но образ жизни дочери оставался вне его власти. Пусть даже Леонида Ильича совсем не радовали разговоры о кутежах дочери и ее многочисленные знакомства среди цирковой и театральной богемы. Галина продолжала жить сообразно своим привычкам и вкусам. Она очень любила театр, она очень любила цирк. Вот эта вся публика, такая богема, какого-культурная элита, всегда ее интересовала. В кругах театральной богемы Брежневой встречаются самые разные персонажи. Она, например, знакомится с актером цыганского театра «Ромэн» Борисом Буряци, человеком, которого до сих пор подозревают в связях с бриллиантовой мафией, и которого тоже видели на закрытом приеме, где вдова Толстого появлялась в дорогих украшениях. Однако Буряци по этому делу даже не допросят. Следствие начнет распутывать совсем другую версию и выяснит, никакой бриллиантовой броши в виде лилии не существовало. Так вот, эта лилия, из-за которой весь цирбор начался, не была у нее. Это выдумали. Алексей Сухарев расследовал самые громкие преступления, в которых фигурировали произведения искусства и антиквариат. Дело об ограблении вдовы Толстого тоже поручили ему. В 80-м году решили сделать официально музей Алексея Толстого. С этой целью сотрудники Министерства культуры, в частности, Соколова, стало описывать все экспонаты в квартире Толстой. Следователи проверяют сотрудников Министерства культуры. Выходят на фотографа. Тот признается, что приводил в дом Толстой свою знакомую, уроженку Молдавии и жену французского дипломата Веронику Пардео. Хозяйке дома он представлял ее своей ассистенткой. Вероника завоевала расположение Толстой и расспрашивала ее обо всех ценностях. По сути, она оказалась наводчицей. Ее задержали в аэропорту Шереметьево. Пардео собиралась лететь в Париж. Драгоценности у девушки не нашли, но через нее вышли на остальных преступников, известных одесских контрабандистов. Возможно, они и были как-то связаны с бриллиантовой мафией, но к прежней войне этого дела вроде бы не вели. Бриллианты и сапфиры. Отменный вкус в подборе камней, умея заставить их играть при малейшем движении, в этом и проявляется талант мастера. В коллекцию Галины Леонидовны попадали только отборные алмазы. Посмотрите сами. Вот этот камень бриллиант чистой воды. Стоит целое состояние. А этот не стоит практически ничего. Все потому, что в нем видны черные угольные вкрапления. Таких у Брежневой не было. Она знала толк в драгоценностях и умела их ценить. Но как пополнялась ее коллекция? И есть ли хотя бы какие-то основания у версии о том, что в руки Галины ювелирные изделия могли попадать и криминальным путем? Справедливости ради сама Брежнева давала повод для слухов о своей причастности к так называемой бриллиантовой мафии. Желавшие добиться расположения Брежнева щедро одаривали его дочь, преподнося красивейшие гарнитуры и камни. Когда в столице на улице Лавочкина построили ювелирную фабрику, Брежнева заказывала там украшения по собственным эскизам. И вот на фоне разных красивых изделий, которые все время появлялись на тех или иных актрисах, Галине Леонидовне мне тоже хотелось поражать воображение. И она с большим удовольствием уже искала новые и новые украшения. Галина Брежнева любила дорогие столичные рестораны, в которые обычные посетители, даже имея деньги, попасть не могли. Чаще всего на их дверях висели таблички «Мест нет» или ресторан на спецобслуживании. Иногда пробраться внутрь можно было тайком сунув трешку, а то и пятерку швейцару. Но если в ресторане ждали важных гостей, не срабатывал и этот способ. А погулять в митрополии или Праге человеку с улицы было и вовсе невозможно. И мы сувенирными ложками деревянными сжали эту икрой водку, пили из туфельки Елены Коренева, актрисы, Игорь Кваша, Гриша Горин, Саша Авдулов, Ленька Ермольник. Я вот такая вот история. И вот вам так сказать дефицит. Вот лишь малая часть того, что предлагали рестораны своим гостям в начале восьмидесятых. Икра зернистая, икра китовая, икра паюсная, балыка ситровой холодного и горячего копчения, севрюга горячего копчения, осетрина заливная, осетрина под майонезом, буженина с гарниром и без, ростбив, индейка, утка, гусь. Такой ассортимент простые люди могли обнаружить разве что на картинках книги о вкусной и здоровой пище. Но Брежнева, разумеется, ждала от столичных заведений не только вкусной еды, но и увлекательной компании. Все чаще она появлялась на людях в обществе артиста Бориса Бурянца. Она была очень увлечена, она его обожала. Он ей поет, и она была уже счастлива. У актера якобы всегда при себе имелись драгоценные камни. Да и дорогие украшения он носил открыто, если не сказать вызывающим. Санаторий актер в Сочи. И вдруг появляется этот человек. Я на него обращаю внимание и так смотрю на него. Он поворачивается ко мне и мне засверкало в глазах. Здесь такая цепочка на два килограмма золота. И такой крест такой совершенно. Так все раскрыто здесь на груди. Я думаю, да. Вот лично я знаю только двух людей, которые в Брежневские годы катались по Москве на Мерседесе. Это Владимир Семенович Высоцкий, как известно. И вот вторым таким был этот самый Борис Буряца. Отношения с кремлевской принцессой открывали для него двери специальных магазинов, куда простым смертным вход был заказан. Вот ГУМ был, да, там на втором этаже или на третьем, не помню. Двухсотая секция была для элиты. Вот как раз там Галина Брежнева одевалась. Там все было. Вся одежда, какую хочешь. Так вот Брежнева водила этого Буряцу в двухсотую секцию ГУМа регулярно, где он по полной программе скупал все это иностранное барахло, а потом, естественно, толкал на чемарнорынке втридорога. И на этом сколотил огромнейшее состояние. было две тысячи рублей. Стало две с половиной. Покупка ювелирных украшений в советское время едва ли не единственный разрешенный способ вложения денег. Для тех, у кого деньги, разумеется, есть. Стоимость золота и бриллиантов росла, пусть даже рост этот имел советский характер. Ну, то есть плановый. В брежневский период цены в ювелирных магазинах повышались каждые два-три года. Сообщения об этом появлялись уже постфактум. А до официального объявления информация держалась в строжайшей тайне. Но что, если Брежнева узнавала о повышении цен заранее? Эту информацию имели лишь очень маленькая часть приближенной к верхам людей. Они уже знали заранее, за несколько дней до этого. Поэтому, естественно, мгновенно через целую сеть исполнителей скупало золото по старой цене. Мог ли Борис Буряца быть участником этой схемы? Сама Брежнева в скандальном интервью на закате своей жизни признавалась, бриллиантовые дела Буряца не являлись для нее секретом. Я не занималась, занимался Боря, за что я сидел в тюрьме. А ко мне претензий не было. Я не занималась никогда, иначе бы я сидела в тюрьме. А Боря нашли бриллианты. За ним следили. У него кличка была бриллиантовый мальчик. У Галины Брежнева были бриллианты, но скупкой перепродажи и там целой сетью какой-то она не владела. Владели другие люди, которые теневые так называемые магнаты советские. Борис Буряц и другие это были люди, которые пользуют слабостью Брежнева и Галины. ее слабостью к алкоголю, к мужчинам. Они под ее прикрытием совершали самое серьезное преступление, в том числе связанное с адеквариатом и с незаконными валютными операциями и с золотом. Отношения с Буряци уж точно не лучшим образом сказывались на репутации дочери генерального секретаря. Тем более, что к моменту их знакомства Брежнева уже снова замужем. Третий супруг Галины Юрий Чурбанов этим браком обеспечил себе стремительную карьеру. Он стал первым заместителем министра внутренних дел СССР. Роман на стороне Брежнева пытается скрыть, разыгрывая перед супругом настоящие спектакли, одна из ролей, в которых неизменно отводилась близкой подруги Виктории Лазич. Ночью мне звонит Галина Леонидовна и говорит, ты можешь выйти? Сейчас поедем ко мне домой. Юра увидит, что мы на мероприятии были. Я поднимаюсь к ней в гости, она достает какую-то косметику, вот то, что я тебе обещала, вот забери уже и уже поезжать домой наконец-то. Юра так спокойно, а, нагулялись, бабы, нагулялись. Видимо, когда он меня увидел, ему легче стало. Но долго ли можно скрывать такие связи от мужа на столь высоком посту? Когда выяснилось, что у Галины появился любовник, высокопоставленный милиционер был в ярости. Тем более, что Чурбанов не мог не знать, чем промышлял Борис Буряцци. Он говорит, ты понимаешь, что происходит? Завтра Галина Леонидовна будет сидеть рядом на одной из каме подсудимых. Из этого проходимца. 10 декабря 1981 года в собственной квартире убита легендарная актриса Зоя Федорова. А ты улетай в самолет, сердце своем береги. Любимая миллионами советских зрителей за роли в фильмах «Операция И», «Свадьба в Малиновке», «Дайте жалобную книгу», «Москва слезам не верит». Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили Зою Федорову с телефонной трубкой в руке. Актрису убили выстрелом в голову сзади. Пуля прошла на вылет через глаз и разбила очки. В квартире актрисы были найдены коробки из-под обуви, в которых лежали десятки бирок от ювелирных изделий. Кольцо обручальное золотое, вес три с половиной грамма, киевский ювелирный завод. Кольцо золотое с бриллиантовой крошкой, вес пять граммов, киевский ювелирный завод. Серги золотые с фианитами, смоленская фабрика бриллиантов. Самих ценностей нигде не было. Кто мог их забрать? И почему тень подозрений снова пала на дочь генсека и ее любовника? Сергей Бутенин в 81-м году работал оперу полномоченным Муром. В день убийства Зои Федоровой он находился на дежурстве и прибыл на место преступления одним из первых. Это убийство было из ряда вон выходящих. Поэтому сразу естественно дело это поставили на специальный учет. Естественно как только передали это получило гриф секретно. Следователи отрабатывали множество версий, изучали контакты. В блокноте Федоровой они обнаружили около двух тысяч телефонных номеров. Одним из которых был номер Галины Брежневой. Но что могло связывать дочь генерального секретаря партии и известную но уже пожилую актрису? Неужели все-таки бриллианты? Этот рынок существовал, он контролировался чекистами. И вот Зоя Федоров входила в эту среду, она как раз была оператором между вот этой элитой, которая вот этими камешками промышляла и обменивалась, покупала, продавала и так далее. Через три недели после убийства Зои Федоровой в конце декабря 1981 года в Московском государственном цирке предновогодний праздник для богемы. В числе гостей Галина Брежнева. Вместе с ней Борис Буряцин. Там была демонстрация ярмарка тщеславия. И все, кто имел конечно на этих приемах дамы высокосвитские, они делали свои украшения. В тот вечер сияет драгоценностями Ирина Бугримова, всемирно известная дрессировщица, звезда советского цирка. Несколько дней спустя она лишится своих украшений. 30 декабря 81-го года. К одному из подъездов дома на Котельнической набережной молодые люди принесли елку. Консьержу посетители заявили, мы к Бугримову это подарок. Бугримова еще не вернулась, возразил он. Но гости пообещали, что оставят елку у двери. Пусть будет сюрприз. Спустя час выяснилось, дверь в квартиру звезды взломана, все ценности пропали. В первые дни 1982-го года в аэропорту Шереметьево задержали курьера, у которого обнаружили драгоценные камни из квартиры Бугримовой. Он рассказал, что получил драгоценности от Бориса Буряца. Теперь у сыщиков был повод вызвать хорошего знакомого Брежневой на допрос. В Муре Борис появился в весьма экстравагантном наряде, в норковой шубе и норковых сапогах. Держался вызывающий, грозил позвонить кому следует и явно не собирался задерживаться на допросе надолго. Однако в тот день из здания на Петровке он не вышел. Буряца арестовали. В квартире Буряца провели обыск. Других бриллиантов не нашли, зато обнаружили 11 югославских дубленок. Заступаться за него кремлевская принцесса не стала. Или же у нее больше не осталось возможностей для такого заступничества. Буряца не отвертелся. Ему впаяли 7 лет лишения свободы. По этому делу проходила Галина Брежнева. Ее допрашивали следователя. Ну, к чести Брежнева она себя вела довольно скромно, не орала, что буду жаловаться своему папе и так далее. Нет, она дала честно показания, но за ней особых грехов не водилось, она просто водила Буряцу в эту 200-ю секцию ГУМа. На этом, собственно, ее прегрешения и закончились. Беззаботная жизнь Брежневой, впрочем, тоже скоро закончится. В 82-м ее отец тяжело болеет. Небожители советского Олимпа прекрасно понимают, к чему идет дело, и невидимая миру борьба за власть в Советском Союзе обостряется. В этом противостоянии компромат на дочь генерального секретаря мог оказаться совсем не лишним, тем более, что в таком случае тень падала и на ее мужа, второго человека в советской милиции. А о соперничестве двух силовых ведомств МВД и КГБ ходили легенды. Была страшная война между ведомствами нашими. Она дочь генерального секретаря, которую надо тоже опорочить. Бедная там дрову переворачивалась, Галина Леонидовна, а за что? Что такого я сотворил? Ни в какую мафию не входило, да, были у меня бриллианты, ну, может быть, там, обменивалась, может, спекулировала с кем-то и так далее, но это не мафия. В январе 82-го при странных обстоятельствах уходит из жизни первый заместитель председателя КГБ СССР генерал Семен Цвигун. Не пройдет и недели, как станет известно о смерти члена Политбюро главного идеолога страны Михаила Суслова. Желаем вам, дорогие товарищи, успешно притворить в жизнь новую программу партии, построить развитое социалистическое общество. Бытует версия, что незадолго до этого между Сусловым и Цвигуном состоялся некий разговор, и вроде бы разговор этот был не самый приятный. Слишком много деталей политических интриг в высшем советском руководстве в последний год жизни Леонида Брежнева историкам не удается выяснить до сих пор. Это некролог на смерть генерала Семена Кузьмича Цвигуна в газете «Правда». И здесь есть одна серьезная нестыковка. Сказано, что генерал скончался после тяжелой продолжительной болезни. Но первый зам всесильного шефа КГБ Юрия Андропова погиб на даче от выстрела в голову. И десятилетия спустя остается открытым вопрос. Было ли это самоубийством? Под некрологом подписались видные политические деятели. Однако подписи Брежнева здесь нет. Но почему? Быть может, генсек не был согласен с изложенной в тексте официальной версией. После смерти Цвигуна пойдут разговоры, что он, как один из руководителей КГБ, занимался расследованием бриллиантовых дел советской элиты. Однако такого рода преступления лежали вне зоны его ответственности. Выходит, опять, кому-то потребовалось использовать бриллиантовый след, чтобы скрыть истинные мотивы своих действий. 11 часов. В зале остаются родные и близкие Леонида Ильича Брежнева. В ноябре 82-го страна прощается с Леонидом Ильичом Брежневым. Во время официальной церемонии в объективы камер попадают его супруга Виктория Петровна и дочь Галина. Обе безутешны и не могут сдержать слез. Кресло генерального секретаря занимает Юрий Андропов. Я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать честь. Но править страной ему суждено немногим более года. В этот короткий период семье Брежневых вроде бы ничего не угрожает. Чурбанов сохраняет высокий пост в МВД в отличие от своего шефа Щелокова. Давний соперник Андропова в борьбе за влияние практически немедленно отправлен в отставку. Бывшего министра обвинили в злоупотреблениях, лишили званий, исключили из КПСС, отняли государственные награды, после чего Щелоков покончил с собой. Еще раньше счеты с жизнью свела его супруга, дружившая с Галиной Брежневой и разделявшая ее увлечения бриллиантами. Они часто встречались и их общий интерес был это как раз такая любовь к драгоценным камням. Это правда было. Но мне так кажется, что при всем при том преступления там не было как такового. Потому что ну что такое преступление? Преступление это либо воровство, либо ограбление, ну либо в любом случае насильственное изъятие каких-то ценностей и присвоение этих ценностей себе. Ни Галина Леонидовна, ни Светлана Владимировна этим не занимались. Сама Галина Леонидовна все больше времени проводит на даче. Она, разумеется, больше не может жить, как прежде. И не опасаться за себя и свои драгоценности не может тоже. Я слышала, что был какой-то кейс, в котором были собраны какие-то драгоценности. Но куда исчез сам этот кейс? Возможно, его спрятали, когда тучи сгустились над мужем Галины Брежневой. После смерти Андропова Юрий Чурбанов отправлен в отставку, а в период перестройки он и вовсе стал фигурантом дела о взятках. Тогда с обыском пришли и к Галине. Насколько мне было известно, Галина Леонидовна знала, что будет обыск у него в квартире. Все равно у него были добрые друзья. Выходит, Галина была готова к такому повороту событий. А значит, как минимум попыталась сохранить драгоценности. Чурбанова приговорили к реальному сроку с конфискацией имущества. Он отбывал наказание в Нижнем Тагиле. Юрия Чурбанова забрали в Нижний Тагил. У нее хотели отобрать Мерседес, хотели отобрать ружья. Я поехала и сказала, что это автомобиль никакого отношения к Чурбанову не имеет. Вот подаренный Леониду Ильичу, я уже не помню, чего я говорила, но говорила, короче, его оставили. И еще коллекция ружей, которые все конфисковали. Но среди изъятых у семьи предметов драгоценности не оказалось. Следы сокровищ теряются, однако не исчезают совсем. Кое-что об их дальнейшей судьбе людям посвященным все же известно. Во всяком случае, так утверждает подруга Галины Виктория Лазич. Она молчала долгие десятилетия и только теперь набралась храбрости, чтобы раскрыть тайну. Галина Леонидовна просто передала на хранение свои украшения в одну семью в надежные руки. И просто точно знаю, но просто им не вернули обратно. Но кто присвоил бриллианты дочери генсека? Я не хочу, чтобы меня потом убили за это. Чурбанова в колонии Брежнева не навестила ни разу. К моменту его освобождения она развелась с ним. А от нее самой отвернулись почти все друзья. После смерти Леонида Ильича Брежнева для многих общество Галины уже не представляло ценности. И все-таки могла ли Галина Брежнева быть серым кардиналом всей бриллиантовой мафии? Следователи, которые вели данные дела, уверены, нет. Такого же мнения придерживаются и близкие знакомые Галины. Однако, что в сущности известно о ее жизни? Большая часть информации о дочери генсека до сих пор засекречена или находятся в руках частных лиц, которые не хотят разглашать тайну. Пока не хотят. Возможно, когда-нибудь мы узнаем больше и о ее жизни, и о судьбе бриллиантов, которые в конечном итоге не принесли счастья кремлевской принцессе. Субтитры создавал DimaTorzok